всем привет с вами дэн и сан мартин у нас такой зелененький здесь чехольчик давайте открывать смотреть что у нас есть но прежде конечно у нас есть мануал у нас есть гарантия визиточка и конечно инструментики и медальончики и пишем пишем сколько медальончиков коллекции так но я открываю сан мартин значит опа и а вот это интересно вот это интересно честно говоря я даже сразу не понял хамаш это или какая-то вот по мотивам потому что даже написал в чат в telegram обязательно подписывайтесь участвуйте в чате и здесь какое-то вот знаете такое объединение то есть сан мартин сам не относится модель к самостоятельным дизайном они в раздел самостоятельного дизайна у них не попали да и соответственно это хамаш хамаш здесь такое объединение это глаз хит оригинал это вот по циферблату а по корпусу ну корпус что-то такое есть конечно здесь и от амфибии и от но практически любых других черепах и тот же там не знаю можно я тоже вспомнить до российскую марку но в общем такое вот хамаш не совсем хамаш что собственно меня не может не радовать давайте сейчас я пленочки сниму и дальше будем детально знакомиться значит пока распаковывал заметил что здесь стоит самая лучшая застежка от сан мартин который у них есть по крайней мере на момент с записи этого видоса застежка с возможностью дайверского расширения на кнопочку нажимаем и соответственно тут хоп у нас сразу получается вот такая у нас кнопочка push на нее мы нажали и у нас едет вот так вот здесь на ну почти нас и на полтора сантиметра где-то до длину браслета можно быстро укоротить что неимоверно удобно особенно летом ну и засуги для дайверов если вы будете часы как дайверские использовать это застежка впервые появилась еще где-то по-моему в конце прошлого года и вот они теперь ее стали использовать не не только на самых дорогущих моделей как вот у меня там до часы которые собственно на этажке но и на можно сказать она обычных моделях от сан мартин так здесь у нас заводная головка здесь у нас соответственно головка которая отвечает за внутренний безель внутренний безель соответственно стилистика здесь компрессор ну понятно дело компрессор там фишка компрессоров то было в определенном изготовлении задней крышки корпуса да чтобы вот противодействовать давлению на глубине а здесь это просто вот такая вот как бы ну с тех пор собственно компрессорами называют в широком смысле часы у которых две головки да ну а понятно что в узком смысле компрессор нынче выпускает только крест фирворд если говорить именно вот о классической концепции корпуса но она сейчас уже не имеет никакого практического значения потому что научились делать более просто все эти дела значит здесь у нас заводная головка у отметки 4 часа и нужно быть готовыми к тому что она завинчивается здесь серьезная водозащита и ну и понятно же она немножко так полу утоплена в корпус сделано по винтажному так вот как в 60 делали ну и может быть не самая удобная она для оперирования этот момент учитывайте головка которая у нас за безель отвечает безель в любую сторону сдвижется и она тоже завинчится то есть можно этот самый безель зафиксировать в любом месте и это правильно потому что некоторые компании делают когда головку не завинчат собственно в любой момент можете и рукой зацепить отодвинется и получается нафига на вот такой вот внутренний безель но здесь все ребята продумали и сразу же хочу кстати перейти вот браслета немножко прыгаю по обзору но заметил опять же что браслет такой же как на моих дорогих часах сам мартин который с этажки которые собственной разработки и они этот браслет сюда тоже поставили этот браслет у них тоже раньше не использовался особо на других моделях у меня он очень нравится он прекрасный он потрясающе качественно сделан и я так чувствую что даже вот снизу наверное может чуть лучше полировка стала потому что менее резкие грани снизу но может я немножко и выдаю желаемо за действительное но браслет очень хороший браслет реально классно это собственно разработка сам мартин и застежка и браслет и это круто это круто в этой модели это тоже есть значит модель называется sn0066-g 200 метров водозащиты соответственно цена там примерно 220 долларов но опять же алиэкспресса такое понятие гибкая потом могут разные скидки акции купоны и тому подобное поэтому вот говорю ну там примерно 220 может быть плюс минус там какая-то будет цена другая ну или где-то примерно 22 тысячи рублей опять же курс тоже у нас довольно таки гибкий суперлюминова биджи w9 на метках и стрелках внутри стоит механизм orient айн 55 а ну собственно достаточно часто в последние пару лет наверное появляется у различных микро брендов и собственно разнообразит у нас миоту бесконечную и сейками 45 сталь 316 иль и там и там и немножко такой лучистый циферблат при этом в описании указано что циферблат с эмалью с эмалью и возможно так оно и есть по крайней мере вот этот вот приятный такой знаете приятная глубокая черная вот этот оттенок который дает дает эмаль здесь это тоже чувствуется на макро потом более детально посмотрим вот накладные здесь трехмерные метки и накладной трехмерный опять же логотип сан мартин то есть все сделано по красоте вот я знаю что очень многие любят когда вот много накладного всего это вот многим нравится чё тут чё скажешь сапфир плюс внутренний антиблик по стеклу стекло чуточку чуточку где-то на на миллиметра где-то наверно нам такое выпукло тоже немножко добавляет такого винтажа когда давайте посмотрим по размерам потому что она такая у нас черепашечка да не самая маленькая 42 хотя нет 42 оказывается больше 42 и здесь от ушка до ушка сразу важно 46 и 4 по высоте 12 и 3 но стекло там немножко да добавляет браслет 19 19 на и просто я ну-ка вот если прям здесь то здесь будет 20 да не незаметно кстати но первое звено чуть-чуть расширяете видите с 19 до 20 получается здесь вот именно по окреплению то есть ремешки 20 сюда будут подходить это хорошо потому что ну 20 все-таки такой более популярный размерчик которые проще подобрать так интересно интересно ну и браслет у нас прям такой как будто бы да как будто бы интегрирован в корпус потому что он прям там внутри да и кажется что корпус именно черепаха но если здесь поставить ремешок то будет понятно что вот оно как будто так будет не полностью стали если мы черный мешок поставим то будут ушки уже заметно у нас по этому корпусу и здесь интересно реализована эта верхняя часть по корпусу потому что она как бы чуть-чуть вовнутрь идет как в обратную сторону выгибается сделано интересно и получается такая более граненая у нас черепаха ну честно говоря первый раз такое решение вижу но вполне себе интересно при этом сам такой рант он очень массивный да здесь ушки они как бы сливаются с верхней части корпуса за счет этого часы выглядят намного намного массивнее чем они есть и здесь у нас везде сатинирование до вертикальная по боковой части здесь такой горизонтальная по верхней части ушек здесь тоже круговое сатинирование в общем все везде сатин единственное что у нас по браслету центральная часть даст полировка идет ну и полированные опять же метки что касается веса то на полном браслете получается сто семьдесят шесть грамм не самая легкая модель опять же этот момент обязательно учитывать но моё запястье 18 половиной собственно вот что мы получаем видите да на самом деле чуть более такая она кажется крупнее эта модель хотя всего там сколько 42 я намерил ну кажется что побольше под 43 44 даже но а сидеть они будут достаточно удобно наверное почти на любом запястье за счет того что ушки здесь все-таки короткие но учитывайте что я думаю 18 по моё если на сантиметр полтора то есть 17 лучше уже не пробовать но будут не будет браслет уже немножко свисать что касается запаса то видите 4 сантиметра здесь легко плюс его еще можно на вот те самые полтора увеличить то есть на любую лапу что называется эти часы сядут но чем больше тем лучше мне кажется все таки специфичная такой вот именно распластанная и вот эта черепаха на запястье прикольная модель слушайте да цифер узнаваемые но что касается корпуса с этим цифером интересно очень даже смотрится чуток здесь вот глаз хитова чуток от амфибии получается что такое прикольное ну давайте глядеть макро итак за здесь у нас эмаль да и она хорошо бликует накладные крупные здесь метки цифер и кстати отражается конечно прикольно полированные здесь и окантовка по меткам и собственно сами стрелки но мы с вами и так видели циферблат получается такой немножко блестящий да и как я уже говорил тут есть и такой эффект солнечных лучей и как раз хорошо это контрастирует с именно сатинированием по корпусу ну а на браслете есть еще немножечко зеркальной полировки и кстати здесь у нас гравировка и на одной и на второй головке что весьма и весьма приятно что хочу сказать по итогам достаточно необычная знаете такая нестандартная модель я даже не назвал что это прям какой-то хамаш это уже такие немножко ближе мотивы разные взяты больше относятся к циферблату интересная новиночка с интересным корпусом мне понравилось хорошо как всегда сделано пишите каком это модель на этом у меня все всем пока с вами был дэн увидимся